Право руля с Виктором Травином на Авторадио Не знаю как вас, друзья мои, а меня всегда обескураживали автошколы, которые обещали за две недели обучить вождение и правилам дорожного движения. Все, точка. Теперь с этим покончено. Утвержденный Министерством образования примерной программы обучения кандидатов в водители поставили на экспресс-автошколах жирный крест. Разберемся, что же нового теперь ждет кандидатов в водители. Учить нас теперь будут долго. На каждую программу для каждой категории отведены свои долгие часы. И это правильно. А учить будут даже методом саморегуляции и профилактики конфликтов. На самом деле, сколько же можно выяснять отношения на дороге с помощью рукоприкладства? Надеюсь, теперь водители научат держать себя в руках. А вот программу оказания первой помощи сократили до минимума. И не потому, что с окончанием дорожных разборок будет меньше пострадавших. А потому, что Минздрав сократил перечень состояний, при которых водители должны оказывать первую помощь. Умеешь бинтовать? И ладно. Специально, видимо, для хрупких дам придумано обучение на автомобиле с коробкой автомат. В водительском удостоверении так и будет написано управление только с АКПП. То есть с автоматом. Ну, а если такая дама вздумает сесть за руль с механической коробкой передач, штрафов 15 тысяч рублей ей, скорее всего, не избежать. Может быть, даже и не избежать штрафстоянки. Зато тот, кто получит водительское удостоверение на управление с механической коробкой передач, сможет совершенно безнаказанно садиться за руль с коробкой автоматом. Кстати, садиться за руль ученикам теперь придется даже ночью. Впервые предусмотрена возможность обучения в ночное время суток. Не знаю, обрадует ли это юных леди, но инструктора по вождению обрадует точно. Проблемы могут возникнуть лишь за полярным кругом, где ночь придется ждать аж целых полгода. Впрочем, будем надеяться, что благодаря новым программам новые водители на дорогах будут создавать меньше проблем. Авторадио